Выставка «Русские анзаки. Нити потерянной истории», открывшаяся в Ленинском мемориале, это первый шаг на пути возвращения русских анзаков, забытых сынов России, нашедших новое отечество в Австралии. Она организована при поддержке австралийского посольства в России. Мы собираемся здесь сегодня, потому что у нас есть выставка о русских, которые служили в армии в Австралии перед Первой мировой войной. Эта выставка в Ленинском мемориале музея рассказывает о неизвестной истории. И мы надеемся, что в посольстве, что люди из Ульяновска могут немножко знать больше об этом. Долгое время считалось, что состав австралийской армии во время Первой мировой войны был англо-кельтским. Однако в ней служила многочисленная группа, более тысячи россиян, которые пополнили австралийско-новозеландский армейский корпус или сокращенно Анзак. К слову сказать, среди них были и выходцы из Симбирской губернии. Это Рогашов из Николаевского района, из села Николаевского района, который тоже оказался в Австралии. Это Сингеев и многие-многие другие. Судьба, конечно, сложилась у них по-разному. Но для нас очень интересно, как помнят их, как увековечена память об этих людях в Австралии. К сожалению, спустя сто лет история русских анзаков практически неизвестна. Фотографии и биографии более 30 русских участников австралийско-новозеландского армейского корпуса, представленных в экспозиции, расскажут об их непростой судьбе, трудностях и испытаниях, которые им довелось пережить. Познакомиться с русскими героями Австралии можно в выставочной галереи Большого зала до 20 октября. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.